Беседа десятая. Деяние 4.1. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и садукеи. Еще не отдохнули апостолы от прежних искушений, а уже тот час спали другие. И смотри, как это устрояется. Сначала они были осмеяны все вместе. Это немалое искушение, а потом сами Верховные впадают в опасности. Но эти два события произошли не сряду одно за другим и не просто, а сначала апостолы прославились в речах, потом сделали великое чудо, и затем уже, по допущению Божию, с дерзновением вступают в борьбу. Ты же заметь, прошу тебя, как те, которые при Христе искали предателя, теперь уже сами налагают руки, сделавшись после креста более дерзкими и более бесстыдными. Так-то грех. Пока только еще рождается, бывает несколько стыдлив, но когда совершится, тогда делает бесстыднейшими тех, которые совершают его. Но для чего же приходит и воевода? Да? Ведь сказано, приступили к ним священники и начальники стражи при храме и садукеи. Для того, чтобы опять представить государственным преступлением то, что происходило, и наказать за это не как за дело частное, так везде они стараются поступать. Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Они досадовали не только на то, что апостолы учили, но и на то, что говорили, что Христос не только Сам воскрес, но что и мы воскреснем через Него. Стих 2. Воскресение Его было так действенно, что и для других Он сделался виновником воскресения. И наложили на них руки, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Стих 3, главы 4. О бесстыдство! Еще прежней кровью были исполнены их руки. Они тем не удовольствовались, но снова наложили их, чтобы обагрить другую кровью. Или, может быть, они и боялись, так как учеников было уже много, и поэтому явился вместе с ними воевода. Сказано, был уже вечер. И так они это делали и стерегли апостолов, желая ослабить их. Апостолам эта срочка времени придавала более смелости. И смотри, кто подвергается задержанию? Это верховные из апостолов, которые таким образом и для прочих послужили указанием, чтобы они впредь не искали друг друга и не домогались быть вместе. Многие же из слушавших слова уверовали. И было число таковых людей около пяти тысяч. И в четвертый. Что это значит? Разве они видели апостолов в славе? Не видели ли, напротив, что их связали? Как же уверовали? Видишь ли явную силу Божию? Ведь и тем, которые уже уверовали, надвижало бы сделаться от этого немощнее, но они не сделали. Речь Петра глубоко бросила семена и тронула их душу. А те священники и саддукеи гневались, потому что нисколько не убоялись их. И за ничто считали настоящее бедствие. Если распятый, говорили они, делает такие чудеса, и если он воздвиг хромого, то мы не боимся их. И так. И это было делом промысла Божия. Поэтому вера в жих было теперь больше, чем прежде. Вот этого священники саддукеями и боялись. И потому-то в их глазах и связали апостолов, чтобы на них навести больший страх. Но случилось совсем не то, чего они хотели. Поэтому-то они допрашивают апостолов, не при них, но отдельно, чтобы слушатели не получили пользы от их дерзновения. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Анна-первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. Стихи пятый и шестой. Опять сходятся вместе, а в числе прочих зол было и то, что уже не соблюдались постановления закона. Опять придают собранию вид суда, чтобы обвинить их неправедным судом. И поставивши их посреди, спрашивали, «Какою силою или каким именем вы сделали это?» И седьмой. Но они уже знали это, потому что досадовали, как сказано на то, что апостолы проповедуют в Иисусе воскресенье. Поэтому-то именно они и задержали их. Для чего же, спрашивают? Они ожидали, что апостолы, убоясь множества, отрекутся, и думали, что этим все исправят. И заметь, что они говорят, каким именем вы творите сие. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, «Начальники народа и старейшины израильские». Их восьмой. Припомни же теперь слова Христовы и то, как сбылось, что Он говорил. «Когда поведут вам, вас насудилище, не бойтесь, не спрашитесь, не думайте, что говорить, ибо Дух Отца вашего будет говорить в вас». Луки 12, 11, сравним Афея 10, 19. Следовательно, они уже пользовались великим содействием Божиим. Что же именно говорит Петр? Послушай. «Начальники народа и старейшины израильские, заметь любомудрие мужа, будучи исполнен древзиновение, он не произносит ничего оскорбительного, но говорит почтительно, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Их и 9, 10. «Великим мужеством напал на них с самого начала и уязвил их, а при том и напомнил им о прежнем, так как они судят их за благодеяние. Он как бы так говорил, за это, конечно, всего боли надлежало бы увенчать нас и провозгласить благодетелями, а между тем нас судят за благодеяние человеку немощному, небогатому, немогущественному и неславному. Кто мог бы позавидовать нам в этом? Много тягостного заключают в себе слова Петра, но из них видно, что иудеи сами навязывались на зло именем Иисуса Христа Назарея, что особенно опечалило их, что апостол и прибавляет. Вот это именно и значили слова Христовы. Что слышите? Утиши, проповедуйте на кровлях. Матфея 10, 27. Именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он пред вами здрав. Не подумайте, говорит, что мы скрываем Его отечество или страдание. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения. Солом 117, 22, стих 11, глава 4 Деяния. Какие, думаешь, раны получили они от этих слов? «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спасти». Деяния 4, 12. Здесь возвещается и нечто возвышенное. Когда не было нужды чего-либо достигнуть, а надлежало только показать дерзновение, тогда апостол не щадит, потому что не боялся поразить их, и не сказал просто через другого, но нет другого имени под небом, этим показывая, что Он может спасти нас, а в то же время желая и устрашить их. Видя смелость Петра и Анна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были Иисусом. Иисус 13. «Но каким же, скажешь образом, люди неученые победили красноречием и их первосвященников?» «Это потому, что не они говорили, а через них благодать Духа». Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать, вопреки стих 14. «Велика смелость этого человека, как видно из того, что он не оставил апостолов в самом суде. Следовательно, если бы они сказали, что дело не так было, он облечил бы их». «И приказавши им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми, ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отстергнуть этого». Видишь, как они недоумевают, и как опять все делают по страху человеческому, как при Христе. Они не могли ни опровергнуть, ни скрыть событий, а напротив от их противодействия вера еще более возрастала. Так точно и теперь. Что нам делать? Какое безумие, если они думали устрашить тех, которые уже вкусили подвигов, особенно же, если они, не будучи в состоянии ничего сделать сначала, надеялось сделать что-либо после такого красноречия, чем больше они хотели препятствовать, тем дела шли вперед успешнее. Что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть этого. Но чтобы более не разгласить это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени всем никому из людей. И, призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Ихи 16, 18. Заметь и бесстыд своих и любомудри апостолов. Петр же, сказано, и Иоанн, отвечая к ним, сказали, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Они же, пригрозивши, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. «Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделалось это чудо исцеления». Стихи 21, 22. Но посмотрим снова на то, что сказано выше. Что нам делать с ними? Прежде они все делали для славы человеческой, а теперь присоединилась и другая забота, именно о том, чтобы не сошли их убийцами, как и после говорили они, «Хотите навести на нас кровь того человека?» Какое безумие! Убежденные, что Христос воскрес, и имея в этом доказательство его божества, они надеялись своими кознями утаить того, кто не был удержан смертью. Что сравнится с этим безумием? И не удивляйся, что они опять замышляют дело несбыточное. Таково уж свойство злобы. Она ни на что не смотрит, но всюду производит смятение. Будучи посрамляемы, они поступают так, как будто бы введены были в обман. Так обыкновенно бывает, теми, которые не достигнув чего-либо, подвергаются посмеянию. Но ведь апостолы для того везде и говорили, что Бог возбив Иисуса, и что о имени Иисуса хромой стоит здоровым, чтобы показать, что Иисус воскрес. А с другой стороны, и сами они признавали воскресение, хотя в пустом и ребяческом виде, но все же признавали, а теперь не верят и находятся в смущении, советуют, что делать с апостолами. Да уже одно только то, что они говорили с такой смелостью, недостаточно ли было для убеждения ничего не делать с ними. Почему ты не веришь, скажи мне, иудей? Ведь надлежало внимать происшедшему чуду и словам апостолов, а не злоба толпы. Но почему же иудеи не предают их римлянам? Потому что уже были ненавистны для них тем, что сделали со Христом. Таким образом, они больше вредили сами себе, откладывая их обвинения. Со Христом было не так. Но схватив его среди ночи, они тотчас же повели его на суд и не откладывали, сильно боясь народа. А с апостолами не смели поступить так. Не ведут их и к Пилату, боясь и опасаясь за прежнее, чтобы и за то не обвинили их. 103. Опять собрание в Иерусалиме, и проливается там кровь. Не усыдились и города. Тут были сказаны Анна и Каяфа. Петр не перенес некогда и вопроса служанки Каяфы и отрекся, тогда как другой был задержан. А теперь явившись среди их, смотри, как говорит, если от нас требует сегодня ответа за благодеяние человеку немощному. Они говорят, каким именем творите себе? Зачем же не называешь этого имени, но скрываешь? Каким именем? Но ведь Петр говорил, не мы сделали это, но ведь благоразумие. Не сказал тотчас, мы сделали именем Иисуса. Но как? Во имя Его сей стоит пред вами здрав. Не говорит так же, сделался здоров от нас. И опять, если от нас требуют ответа в благодеянии человеку немощному, укоряет их, как людей всегда, осуждающих за благодеяние, и напоминает о прежнем именно, что они стремятся к убийствам, и не только обнаруживают это, а еще и обвиняют за благодеяние. Видишь ли, как тяжкие и слова Петра? Апостолы уже упражнялись в этом и стали, наконец, неустрашимы. Здесь Петр показывает им, что они сами против воли проповедуют Христа, что они сами, судя и следуя, распространяют учение о нем, которого вы растяли. О, какая смелость! Его Бог воскресил из мертвых, а это знак еще большего дерзновения. Слова его значат вот что. Не подумайте, что мы скрываем что-нибудь позорное. Нет, мы не только не скрываем, а напротив, говорим с дерзновением. Так говорит апостол, и тем почти отпоритает их. И не просто, но и останавливается на этом, говоря, «Он есть камень, отверженный вами, виждущими». Затем показывает, что они поступили так с камнем драгоценным, прибавляет бывший во главе угла, то есть камень по природе драгоценный и неподдельный, он пренебрежен вами. Так-то чудо сообщило им великую смелость. Но ты заметь, как они, когда надо бы научить, приводят много пророчеств, а когда нужно говорить с дерзновением, представляют лишь свое мнение. Нет, говорит апостол, иного имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам пастись. Потому что всем людям, а не им одним, дано было это имя, и в свидетели этому он приводит их самих. Так как они говорили, каким именем творите себе, кто отвечает во имя Христа, другого имени нет. Как же вы спрашиваете? Так это везде очевидно. Нет, говорит, другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Это слова души, презирающие настоящую жизнь, как это видно из той великой смелости, какой они произносятся. Отсюда явно, что и в то время, когда говорил о Христе уничиженно, говорил не из боязни, но по снисхождению. А так как теперь было удобное время, то он говорит столь возвышенно, что этим самым устрашил даже и всех слушателей. Между тем узнавали, что они были с Иисусом. Не без цели евангелист поместил эти слова, но чтобы показать и то, где они были с Иисусом, то есть при страдании, действительно, не одни только были тогда со Христом, и тогда их видели смиренными, униженными. Вот почему особенно удивляло священников эта внезапная перемена. Ведь и там были Анна и Каиапа с клевретами, и пред ними предстояли и апостолы. Теперь же они были изумлены их чрезвычайной смелостью, так как не словами только показывали, что не заботятся о том, что их судят за такие дела, и что им угрожает крайняя опасность, но и видом, и голосом, и вором, и всем вообще выказывали пред народом смелость в то время, как говорили. А удивлялись священники, может быть потому, что апостолы были люди и не ученые, и простые, так как можно быть кому-либо не ученым, и однако не быть еще простым, или быть простым, и тем не менее не ученым. Этим писатель показывает, что в апостолах соединилось то и другое. Разумеете, сказано, из чего? Из того, что они говорили. Немного Петр произносит слов, но с самым выражением и составом речи показывает смелость. И священники обвинили бы апостолов, если бы не было с ними этого человека хромола. Узнавали, что были Иисусом. Отсюда они приходили к убеждению, что научились этому от Иисуса, и что они все делали, как его ученики. И самое чудо и знамение издавало не менее громкий голос, чем голос апостолов. Оно-то именно больше всего и заградило им уста. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. Когда страх уменьшился, так как заповедать не говорит о Иисусе, ни что другое значило, как отпустить их, тогда и говорят с большей кротостью, так они далеки были от дертости. Следовательно, они отреклись бы, если бы оно было не таково, если бы не было свидетельства многих, оно действительно было известно всем, но такова-то злоба дерзка и нагло. Запретить. Что вы говорите? Уже ли вы надеетесь угрозою остановить проповедь? Так везде начальство трудно и неудобно. Вы убили учителя и не остановили проповеди. Уже ли же теперь своими угрозами надеетесь удержать нас от ней? Пусть не заставили нас говорить с меньшим дерзновением и вы ли заставите, когда мы считаем за ничто и угрозы ваши? Правильно ли пред Богом слушать вас больше, нежели Бога? Здесь вместо Христа именуют Бога. Видишь ли, как теперь сбылось то, что Христос сказал им? Вот я посылаю вас, как ансел среди волков, не бойтесь стих. Максея 10, 16, 31, 105. Затем опять подтверждают воскресенье, присовокупив эти слова. Не можем мы не говорить о том, что видели и слышали. И так мы достоверные свидетели, а вы присовокупляя угрозы к угрозам напрасно опять грозите. Им, конечно, надвижало бы обратиться вследствие чуда, за которое народ прославлял Бога, они грозят даже убийством. Так они противились Богу. Они же пригрозил им отпустили. Через это апостолы сделались более славными и более знаменитыми. Сила моя сказана в немощи. 2 Коринфянам 12, 9. И это они уже засвидетельствовали противопостав всему. Противостав всему. Что значит не можем не говорить о том, что видели и слышали. Это значит, если ложны наши слова, обличи. А если истины, то зачем препятствуешь? Такого-то любомудрие. Те в затруднении, а эти в радости. Те исполнены великого стыда, а эти все делают с дерзновением. Те в страхе, а эти безбоязнены. Кто в самом деле скажи мне боялся? Те, которые говорили все больше и больше распространяются в людях? Или те, которые говорили не можем не говорить о том, что видели и слышали? Эти и в удовольствии, и в дерзновении, и в величайшей радости, те в печали, в туде, в страхе, потому что боялись народа. Эти что хотели, то и сказали, а те не сделали того, чего хотели. Кто был в узах и опасностях? Не эти добродетели по преимуществу. Итак, будем держаться добродетели. Пусть слова эти будут не для удовольствия только и какого-либо утешения. Здесь не театр возлюбленный, не место играющих на цитре или представляющих трагедии, где плодом бывает только наслаждение. Так что прошел день и наслаждение исчезло. И пусть бы только было наслаждение и не было другого вреда вместе с наслаждением. Но ведь каждый идет отсюда домой, как из какого-нибудь зараженного места, усвоив себе многое из того, что бывает там. Так юноша, взяв оттуда некоторые звуки ябольских песен, какие только мог удержать в памяти, часто поет их дома, а старик как более степенный, хотя не делает этого, но помнит все слова, какие там говорились. Отсюда же вы уходите ни с чем. Не стыдно ли это? Мы положили закон, или лучше не мы положили, нет, так как сказано, не зови никого учителем на земле. Матфея 23, 8, 9. Христос положил закон, чтобы никто не клялся. Что же, скажи мне, сделалось с этим законом? Я не перестану говорить об этом. По словам апостола, когда приду, не пощажу. 2 Коринфянам 13, 2. Подумали ли вы об этом? Позаботились ли? Было ли у вас какое-нибудь старание? Или мы опять должны говорить тоже? Впрочем, было ли или нет, мы опять станем говорить те же слова, чтобы вы имели о том попечение, а если вы уже позаботились, то чтобы опять исполняли это постояннее, да и остальных склоняли к тому? Откуда же должно начать нам слово? Хотите ли Светхого Завета? Но стыдно нам, что мы не соблюдаем даже того, что в Ветхом Завете и что надлежало бы нам превзойти. Ведь нам следовало бы слушать не об этом, это предписание евдейской бедности, а о заповедях совершенных, как, например, брось деньги, стой мужественно, отдай душу за проповедь, смейся над всем земным, пусть не будет у тебя ничего общего с настоящей жизнью. Если кто обидит тебя, окажи ему благодеяние, если обманет, заплати благословением, если будет поносить, скажи почтение, окажи, будь выше всего. Вот о чем и о подобном нам следовало бы слушать. А мы теперь говорим о клятве. Это тоже, как если бы кто человека, который должен любомудрствовать, отвлек от учителей мудрости и заставил его читать еще по складам и разбирать буквы. Подумай, какой стыд для человека, имеющего длинную бороду, носящего палку и плащ, идти вместе с детьми к учителям и учиться тому же, чему они учатся. Не крайне ли смешно это, но мы еще смешнее, потому что не столько различия между философией и азбукаю, сколько между иудейским образом жизни и нашим. Здесь столько различия, сколько между ангелами и людьми. Скажи мне, если бы кто не звел ангела с неба и велел ему стоять здесь и слушать наши слова, как будто бы ему необходимо было поучаться в них, не стыдно ли и не смешно ли было бы это? Если же смешно только еще учиться этому, то скажи мне, какое осуждение, какой стыд даже не внимать этому. И в самом деле, как не стыдно, что христиане только еще учатся тому, что не должно клясться. Подчинимся однако этой необходимости, чтобы не подвернуться еще большему стыду. Так станем же сегодня говорить вам из Ветхого Завета. Иисус Афим Иерахова 23, 8, 9. Как раб от частых истязаний Иран не умолиться, так и клянущийся. Иисус Афим Иерахова 23, 10, 10, 7. Заметь благоразумие этого мудреца, не сказал заклинанию не обучай мысли своей, но уст своих. Он знал, что все зависит от уст и легко исправляется. Это наконец обращается в невольную привычку, подобно тому, как многие, входя в бани, вместе с тем, как переступают дверь, кладут на себе крестное знамение. Это обыкновенно делает рука по привычке, когда даже никто не приказывает. Опять и при возжении светильника часто рука творит знамение, между тем, как мысль обращена на что-нибудь другое. Так точные уст говорят не от души, но по привычке, и все заключается в языке. Не клятва преступления осуждается здесь, но клятва, и за нее полагается наказание. следовательно, клясться грех. Такова поистине душа клянущегося, много на ней ран, много язв, но ты не видишь, в том-то и беда. Между тем, ты мог бы видеть, если бы захотел, потому что Бог дал тебе глаза. Такими глазами смотрел пророк, когда говорил «Восмердели и гноятся раны мои от лица безумия моего». Салом 37 6. Мы презрели Бога, возненавидели благое имя, попрали Христа, оставили сын. Никто не вспоминает с уважением имени Божия, ведь если ты кого любишь, ты встаешь при его имени, а Бога часто призываешь так, как бы он был ничто. Призови его, когда благотворишь врагу, призови его для спасения своей души, когда он приблизится к тебе, когда ты возвеселишь его, а теперь ты прогневляешь его. Призови его, как призвал Стефан, что говорил он, «Господи, не умени им греха сего». Деяние 7. 60. Призови его, как призвала жена Илканова со слезами, с плачем, с молитвою. Этого я не запрещаю, напротив, к этому особенно побуждаю. Призови его, как призвал Моисей, когда взывал молять за тех, которые гнали его. «Ведь, если бы ты безрассудно стал упоминать о каком-нибудь почтенном человеке, это было бы поношением, а упоминая в своих речах о Боге не только безрассудно, но и неуместно, считаешь это за ничто, какого же был бы ты недостоин наказания. Я не запрещаю иметь Бога непрестанно в мыслях, напротив, об этом и прошу и этого желаю, но не против воли его, а для того, чтобы хвалить и почитать его, это доставило бы нам великое благо, если бы мы призывали его только тогда, когда нужно, и в тех обстоятельствах, в каких нужно, почему, скажи мне, при апостолах было столько чудес, а в наше время их нет, хотя Бог тот же, и имя тоже, это потому, что оно не одинаково употребляется нами. Таким образом, так что они призывали его только в тех случаях, о которых я сказал, а мы призываем не в этих, а в других, если же тебе не верят, и ты поэтому клянешься, то говори, поверь, и даже если хочешь поклянить самим собою, я говорю, это не потому, чтобы хотел давать законы противные закону Христову, а снюдь нет, сказано, да будет слово ваше, да, да, нет, нет, Матфея 5, 37, но по снижению к вам, чтобы больше побудить вас к этому и отвлечь от той ужасной привычки. Сколько людей, снискавших себе славу в прочих делах, погибло от этой привычки. Хотите ли узнать, почему древним позволялось клясться? Нарушать клятву ведь и им было недозволено. Это потому, что они клялись идолами. Не стыдно ли вам оставаться при тех же законах, какими водились люди немощные? Ведь и теперь, если я приму язычника, я не тотчас заповедую ему это, но сначала убеждаю его познать Христа, но если верующий, познавший его и слышавший о нем станет требовать себе такого же снисхождения, какое оказывается язычнику, что польза в этом, какая прибыль, но сильна привычка и тебе трудно оставить ее. Если так велика сила привычки, то перемени эту привычку на другую. Да как скажешь это возможно? Я часто уже говорил об этом и теперь скажу тоже. Пусть многие следят за нашими словами, пусть исследуют и справляют их. Нет стыда в том, когда нас другие исправляют, напротив, стыдно удалять от тех себя, кто исправляет нас и делать это во вред собственному спасению. Ведь если ты наденешь плачки наизнанку, ты позволяешь и слуге поправить его и не стыдишься того, что он учит тебя, хотя это и очень стыдно. А здесь ты причиняешь вред душе своей и стыдишься, скажи мне, когда другой вразумляет тебя, ты терпишь раба, который наряжает тебя в одежду и надевает на тебя обувь, а того, кто украшает душу твою, не терпишь, ни крайне ли это безумие. Пусть будет и раб учителем в этом, пусть будет и дитя, и жена, и друг, и родственник, и сосед, как зверь, когда его отовсюду гонят, не может убежать, так и тот, кто имеет стольких стражей и стольких порицателей и кого отсюда поражают, не может не быть осторожен. В первый день это будет для тебя тяжело, равный во второй и в третий, а потом будет легче, а после четвертого дня это не будет для него и делом. Сделайте опыт, если не верите, позаботьтесь, прошу вас, немаловажен этот грех, немаловажно исправление от него, напротив, важно и то, и другое, и зло, и добро, но дай Бог, чтобы было добро по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, Которого, Суша Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и притвы и во веки веков. Аминь.